Действительно, начало освоения железнодородных месторождений, вот начало работ на Севаглинском месторождении железнодородных месторождений, но это событие далеко неординарное для нашей республики. Фактически рождается целая новая подотасль нашей традиционной грунтобывающей промышленности в республике. Но уж если так копнуть глубоко вглубь истории, то, конечно, металлургия – это занятие традиционное для народа Саха, а ведь на самом деле там глубоко в корнях тюркские народы, начиная со времен еще Гуннской империи, действительно освоили гигантские пространства степные и последние сменяли друг от друга целые такие цивилизации – Гуннская империя, империя тюрков, империя, будем говорить, монголов. За счет чего они сумели освоить такие пространства? За счет чего они сумели создать гигантские империи, победить в сложной кровоэлитной борьбе с другими народами? А за счет передовых технологий и в основе их технологий, конечно, лежала металлургия. Поэтому предки народа Саха, которые переселились в такие северные наши условия, значит, они традиционно продолжили это занятие. И во многом это способствовало тому, что, значит, успешно сумели адаптироваться к труднейшим условиям Крайнего Севера. Это исконное, значит, занятие народа Саха. Ну, раньше добывали руды, железные руды на болотистых местах, значит, в узких каких-то ручьев, речек, которых подали в большие наши реки, там, и на Вилюи, значит, и на Лене. Выплавляли, значит, из них железо, из которого потом изготавливали самые разные изделия. Вот, можно сказать, что начало самой металлургической промышленности в республике произошло в 1700-х годах, это 18-й век. Был такой, ну, семейно известный мореплаватель, путешественник Беринг, его именем названо вот Беринговое море. Во время второй Камчайской экспедиции, или которую еще называют Великой Северной экспедицией, начиная с декабря 1734 года, он почти три года прожил в Якутске. Чем он занимался? Ну, он отправил экспедиции вниз по Лене для исследований берегов Северного Ледовитого океана, на Ходск для исследований дальневосточных морей, сам потом двинулся. А, ну, значит, для того, чтобы отправить, подготовить экспедиции, надо было создать целое производство. Ведь не могли они притащить с собой из Москвы, Петербурга, из Центральной России все необходимое для того, чтобы построить корабли и так далее. И металлическое изделие, значит, делали из железа, которое выплавляли, значит, в районе, ну, Якутска, на правом берегу Лены, в современном Мегин-Кангаласском улусе. Там были созданы железноделательные, как тогда говорили, производства. Но вот сейчас, наконец-то, мы подступили с такой огромной задачей по созданию мощной железноделательной и возможно-метеологической промышленности в Республике Саха-Якутия. Вот такая задача была поставлена еще тогда, когда по инициативе руководства Республики, и прежде всего Максим Кирович Амосова у нас в Республике работала Академия, экспедиция Академии наук СССР для изучения возможностей Республики, для изучения, значит, тех основ, на которых должны развиваться производительные силы нашей Республики. Вот тогда уже была вынята идея о том, что геологические предпосылки все существуют для начала добычи, масштабного добычи железной руды, для создания железнодородной промышленности. И в конце 30-х годов были найдены первые месторождения железной руды. Первым было открыто Севагненское месторождение. И это символично, что именно с него и начинается сегодня добыча руды, масштабная добыча руды у нас в Республике. Впоследствии в 40-х, 50-х, 60-х и вплоть до середины 80-х годов на территории Республики были развернуты очень масштабные работы по поиску железных руд. Ну, там работали комплексные экспедиции, они занимались многими вещами, в том числе железными рудами. И в результате мы имеем сегодня великолепную минерально-сырьевую базу. У нас вообще-то существует целая Алданская железнодородная провинция, а внутри этой провинции три крупных железнодородных района. Ну, вот сейчас мы начинаем осваивать Южно-Алданский железнодородный район. А там есть целая серия месторождений. Значит, это и Пионецкая, Десовская, Таежная, Севагненская, вот которые сейчас начинают осваиваться. Общие запасы на Алдане 1,7 млрд тонн железнодородной. Ну, чтобы понять масштаб, что ли, этих запасов, ну, вот сейчас на месторождении Севагненская, значит, Якутская рудная компания, это как бы филиал компании Мечил, или начальное предприятие от компании Мечил, они планируют начать добычу 1 млн тонн руды. Вот если, допустим, представить себе, что надо освоить всю, значит, Южно-Алданскую железнодородную провинцию, то 1700 лет при таких объемах добычи необходимо для того, чтобы использовать все эти запасы. Ну, на самом деле, конечно, я так уверен, что события будут развиваться гораздо более динамично, и объемы добычи постепенно увеличатся. Ну, та же Якутская рудная компания планирует, кроме Севагненского, осваивать еще рядом находящееся Пионецкое месторождение, там 100 млн тонн руды и увеличить до 3,5 млн тонн в год, это, значит, уже другие параметры. Но, тем не менее, я хочу этим показать масштаб, значит, наших запасов. Но это одна Южно-Алданская железнодородная провинция, у нас еще есть Чаря-Токинская, там действительно гиганты Торинарского месторождения, Горкинского месторождения, и там общие запасы, причем это запасы, которые поставлены на баланс, Государственная комиссия по запасам, по категории А, Б, С, значит, то есть это достоверные запасы, 5,2 млн тонн. А еще почти не исследованный Сунамский железнодородный район, ну, это в районе уже, вот, Эльгинского месторождения угля, в районе озера Тока, значит, там оценивается примерно 2 млн тонн железнодородной. То есть мы имеем минерально-серевую базу для создания мощнейшей промышленности, которая, ну, по масштабу произойдет и угольную промышленность, и алмазную промышленность, по объему работ, по добыче полиэнскопаемых. И здесь я не могу не остановиться на все-таки на компании Мечил. Вот якутская рудная компания, которая приступила к работам, это дочка от Мечил. Дочка от нашего Якутугля. Ну, вот смотрите, как бы можно, конечно, критиковать эту компанию за те или иные недостаток по работе и так далее, но она внесла огромный вклад в развитие республики. Вот мы сегодня говорим о бельгинском месторождении углей. Это огромное предприятие, масштабы деятельности которого таковы, что уже намечено строить отдельную железнодорогу с Эльги на берег Охотского моря. Значит, вот как бы таковы масштабы деятельности предприятия. Ведь освоение Эльги начало Мечил. И туда, на Эльгу, они построили через Становой хребет 320 километров железнодороги. Да, конечно, они вынуждены были продать в дальнейшем итоге этот проект, но потому что были очень обормлены огромными капитальными вложениями, которые они внесли на строительство железнодороги, на освоение эльгинского месторождения углей. А где это все? Это в республике Сахай. Эти деньги они вложили в республику. И вот теперь они начинают новый проект, значит, проект по добыче железной руды. И, конечно же, их вклад в республику весом. Мы должны с уважением относиться, значит, к этой компании. Я вот в качестве премьера могу сказать, что ведь мы могли начать добычу железной руды еще 10 лет назад. В 2011 году, значит, по плану, мы должны были работать на таежном месторождении железных руд. И этот проект вела компания «Темир», которая была дочкой от «Алроса». Ну вот прошло, смотрите, уже 11 лет, значит, и там, ну, как говорится, еще конь не валялся. Ну, почувствуйте разницу в подходах между двумя крупными горнодобывающими компаниями. Поэтому я хотел бы сегодня обратиться со словами благодарности компании «Мечла». Действительно, они делают большое дело. Это очень перспективная отрасль для нашей республики, отрасль будущего. Ну вот смотрите, ведь неспроста были развернуты такие огромные геологические работы по поиску железной руды. А если добавить к тому же, что там у нас в Южной Якутии гигантские месторождения углей, вот мы привыкли с вами, вот есть неринги. Вот представьте себе мысль на карту, значит, Якутии, неринги мы поставим в центр Южной Якутии. Но на запад, значит, начиная, значит, от самой реки Алёкма, значит, и на восток до озера Тако, это все гигантская, значит, угольная провинция наша, Южная Якутская. Она, так же, как и железнодородная провинция, состоит из отдельных районов. Значит, некоторые из них хорошо исследованы, другие еще предстоит исследовать в геологическом отношении. Ну, вот на восток от неринга, в сторону озера Тако, там Ганамская, значит, перспективная такая площадь, территория, где мы, значит, ожидаем огромное количество еще коксующих углей. Общие запасы коксующего угля, там у нас в Южной Якутии, оценочно дают 40 миллиардов тонн. Представьте себе, это какая-то колоссальная цифра. Ну, мы в год добывали в лучшем случае в нерингу, ну, с шахтами, там, с малыми угольными разрезами, с самим разрезом мощный, значит, ну, максимум, там, 20 миллионов тонн. Значит, на вообще-то, говорю, 15, вот, а это, значит, 40 миллиардов. Причем уголь, значит, он очень ценных таких марок, которые идут именно для производства кокса, для коксохимической промышленности, то есть для металлургии. Вот железная руда плюс уголь. А надо иметь в виду, что в Южной Якутии есть еще иные компоненты, которые необходимы для организации металлургического производства. Это и доломиты, это магнетиты, это известняки, потому что в процессе выплавки руды участвуют не только железные, вернее, в процессе выплавки чугунной стали участвуют не только коксующие угли и железные руды, но еще масса других вспомогательных материалов. Все они там у нас есть, все сосредоточены, значит, в районе Нейренгре, в районе Чульмана. И это создает очень хорошие предпосылки для того, чтобы создать там металлургическую промышленность. И именно так раньше, в советское время, и планировалось. Ну, в 1974 году начало строительство Байгаламурской железнодорожной магистрали. И практически одновременно начало создание Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. Это первый, главный, самый большой территориально-производственный комплекс, который должен быть создан на восток от Байкала. В чем, какие, что лежало в основе этого комплекса? Там несколько мы должны были создать крупных предприятий. Значит, и самая главная изюминка это металлургия. Вот соединение железных руд, коксующих углей, должно создать предпосылки для создания дальневосточного металлургического комбината. В 1987-м году ЦК КПСС и Совет Министр в СССР утвердил программу развития Дальнего Востока. Вот когда мы говорим о нынешних программах развития Дальнего Востока, стратегии развития Дальнего Востока, это далеко не первая программа. Значит, это уже, ну, наверное, четвертая, что ли, программа. Вот та дальневосточная программа была утверждена в 1987-м году, и она предусматривала, что в 1990-м году должен быть создан дальневосточный металлургический комбинат. Значит, по производству стали, ну, стального проката, значит, на 3 миллиона тонн. Причем, считалось, что это только будет в первую очередь, в дальнейшем он будет расширяться. В чем была необходимость создания такого комбината? Страна нуждалась в четвертой металлургической базе. Ну, вот первая, это на западе, значит, это Донбасс, вторая, это УРО, третья, это Кузбасс, и вот четвертая металлургическая база должна быть создана на Востоке для обеспечения нужд дальнего Востока, в первую очередь, оборонной промышленности. Это имело такое, если хотите, как сегодня нынче модно говорить, геополитическое, что ли, значение. Ну, прошло время, значит, снята эта проблема или нет? Проблема потребностей в создании на восточных районах страны новометаллургической базы. Да нет, не снято. Значит, в мире в целом растет потребление металлической продукции, значит, потребление продукции черной металлургии. Ну, вот, начиная с 2000-го года и по настоящее время потребление черных металлов увеличилось на 25% в мире. То есть, каждый год практически по 1%. Ну, мало таких отраслей, которые имеют такие темпы роста. Или, вот, возьмем, скажем, 21-й год. там крупнейшие компании мира, значит, объявили о том, что они увеличили добычу железной руды. Ириотин, это знаменитая компания, и, значит, компания Англо-Америка, но все компании, крупные, гранды металлургистские, гранды Бавачи увеличили добычу железной руды. Почему? Потому что, средство роста ее потребления. сейчас, конечно, 22-й год, известные события, значит, кризис там и так далее, и так далее. А я говорю про 21-й год. Ну, пройдут, пройдет, утихомерятся эти события, значит, и вновь мир, значит, на следующей волне экономического роста опять увеличится потребление, потому что черный металл используется, ну, практически везде. это в целом в мире. А у нас на Дальнем Востоке, у нас на Дальнем Востоке сейчас действует один металлургистский комбинат, Амурсталь, который вообще-то передельный комбинат, то есть он работает в основном на металлоломе. Вот в связи с нехваткой металлолома, сейчас, значит, они начинают уже думать о перестройке своего производства на переработку железной руды. Ну, это маленький комбинат, там мощностью, вот там 900, ну, будем считать, миллион тонн, значит, металлопродукций в год. Но это абсолютно не покрывает потребности Дальнего Востока. Вот сейчас Росниев собирается в Приморском крае, в бухте Сухой долг, до неподалеку от Большого Камня, строить там свое металлургическое производство, значит, мощностью, ну, примерно полтора миллиона тонн готовой продукции. Для чего? А вы знаете о том, что там программа судостроения, значит, есть для строительства судов ледового класса, танкеров, газовозов, значит, и так далее. Вот они строят этот маленький комбинат. Ну, а на самом деле ограниченствовали только вот потребностями Роснеевти, или потребностями Дальнего Востока, когда в Амур стали, да нет, конечно. Ну, вот смотрите, начались эти осложнения, связанные с международной обстановкой и так далее. И у нас в стране абсолютно нет танкеров, выяснилось. Танкеры все арендованы, они могут быть в любом моменте арестованы и так далее. Значит, у нас есть проблемы в строительстве рыболовного флота, у нас есть проблемы в строительстве военно-морского флота. Все это металл, все это, как бы, потребность стальной продукции. И что же, каждое предприятие, например, звезды будет само себе там что-то делать. Значит, ну, так мы перейдем к китайскому способу, когда в каждой деревне, во время Майл-Загона выплавляли чугунную сталь, значит, так, во время большого рывка, который закончился большим крахом. Значит, и, скажем так, поэтому, на самом деле, задача создания металлургического комбината, она остается, потому что потребности нашей отечественной, я уж не говорю про мировых, на Дальнем Востоке будет расти. На Дневозвежье через всю страну, значит, металл. Да, многие виды металла, ведь и невозможно провести по ограничениям транспорта. Вот почему, например, на то же самое Роснефть в большом камне начала строить свой завод, потому что им требуются такие объемные листы, значит, нестандартные, которые не проведешь по желанию дороги. Значит, иначе говоря, если мы говорим о развитии Дальнего Востока, если мы собираемся выполнять те стратегии и планы, которые есть, мы должны создать металлургическое производство. республика, как бы, имеют все шансы для того, чтобы возглавить, для того, чтобы стать металлургическим, для того, чтобы главной металлургической базой стать на востоке страны. Но надо иметь в виду, что у нас есть конкуренты. И даже в советское время, когда решался вопрос, где разместить, значит, Дальевосточный металлургический комбинат, были, вообще-то говоря, значит, споры, то ли у нас в Якутии, то ли в Амурской области. Там тоже есть месторождение, как в Суисеугле, месторождение железной руды. Как бы, сейчас в связи с вводом БААМа, значит, с окончанием его строительства и так далее, в связи с развитием на Южной Якутии, у нас, конечно, шансы повышаются, но конкуренты есть. Значит, есть и другие новые проекты, которые могут выступить в качестве конкурентов. Вот, например, некоторые специалисты, компании предлагают создать крупнейшее металлургическое производство где-то на берегу Тихоанского побережья Дальнего Востока. Ну, скажем, вот Порт Вайн. Они берут в качестве примера зарубежные азиатские предприятия металлургические. Ну, я был, значит, на предприятиях Пфофанг, значит, это знаменитая, там, где находится ПОСК, одна из самых лучших в мире старелетейных компаний, которая по эффективности считается номер один в мире, по масштабам производства номер два, а по эффективности номер один. Или там, приходилось мне бывать в городе Нагая на металлургических комбинатах японских. Там, да, эти предприятия находятся прямо на берегу моря, в удобных таких бухтах. ну, надо иметь в виду, что такое расположение связано с тем, что туда заводится все, железная руда заводится, туда уголь заводится, и все остальные компоненты, которые необходимы для производства стали. И оттуда выходит готовая продукция, которая частично остается в этих странах, а вообще-то говоря, по большей части, ну, на уровне 60-70% идет на экспорт. То есть, вот такой вот получается, как веретенет, челнок. Ну, нам нет необходимости этим заниматься, потому что лучше на месте, там, где железная руда, где уголь, где все остальные компоненты для производства стали. Но, как бы, это позволит снизить сдержки производства. Но надо иметь в виду, я специально об этом говорю, что как только мы начнем поступаться к этой идее, у нас возникнут конкуренты. Конкуренты географические, конкуренты по принципиальной схеме организации своего производства. Поэтому необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы не получилось так, как получилось с газоперерабатывающей промышленностью, когда она планировалась в Южной Якутии, а оказалась в Мурской области. Вот так же и здесь. Поэтому этим вопросом надо, значит, так плотно заниматься с основными нашими крупными компаниями с пользователями выходить на крупнейшие российские, значит, из-за рубежных стрелетейные компании, чтобы, значит, как бы республика была инициатором и локомотивом, значит, всего этого проекта. Ну, в наших планах так и было. я говорил в Дальневосточной программе, значит, в программах развития республики Сахакутия в той же самой схеме 2020 мы планировали к 2020 году развить производство железной руды, значит, и после этого периода вот сейчас начинать уже металлургии. Вот, я думаю, так надо действовать. Это, конечно же, помогло бы нам, ну, наряду с другими проектами, которые мы планировали, скажем, там производство фосфорных удобрений, производство калийных удобрений, производство там уранов, и так далее. Нам действительно реализовать наш знаменитый проект комплексного развития Южной Кутии, и вот там-то должен появиться у нас один из самых крупных городов, значит, на востоке страны, на базе, конечно, города Неринга и вообще городской неринвирской агломерации. Значит, это огромная перспектива для нашей республики. Но надо иметь в виду, что дорогу оселить идущие это раз, а во-вторых, под лежащий камень вода не течет. Значит, все зависит от нас, от нашей энергии. Сможем ли мы воспользоваться нашими, значит, возможностями, или же ну, останемся в руле сырьевого такого региона. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok